всем привет и это мое видео на этом youtube канале сегодня сегодня мы пришли под мост но сейчас мы находимся в касса парке сейчас я вам расскажу кое-какую легенду легенда такая жила была девушка ей было 21 год жила здесь в таллине просто там просто экскурсия так вот жила была девушка ей был 21 год она была у него была врожденная глухота она была полуглухой но она почти ничего не слышала даже гудок паровоза вы уже поняли да о чем она решила погулять по этим рельсам вот по этим видно рельсы решила погулять по этим рельсам и когда она пришла под мост который находится за каждым там покажи этот мост вот этот мост этому мосту где-то около 20 лет и она туда только что пришла она вот идет 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 по рельсам пришла под мост только зашла и тут тут едет тепловоз гудит гудит а эта девушка ничего не услышала нет поезд не остановился он не успел поезд ее задавил и потом машиниста поезда посадили просто посадили за то что он не остановился хотя этот машинист он в суде там было написано в суде он говорил что он не успел остановиться из-за того что поезд если он остановится то он еще проедет где-то метров пять может быть я не помню точно короче девушка не успела клянуться и все ее нет ее перерезала ее просто перерезала поездом этими колесами большими огромными и и захоронили здесь в кассо парке где-то где-то вот здесь вот рядом прям вот на этой территории исследуем мост потому что по легенде там вводится я я с ними если что я вообще вот в эту всю чушь не верю то есть типа если она там есть я не верю это все выдумка может быть да там может там собака попала может это все вообще на и в общем я сразу говорю что я не верю в это а по легенде там водится под этим мостом призрак и он каждую ночь с 10 вечера до 4 утра там можно сказать охраняет этот мост и не пускает чужих людей сейчас когда стемнеет потому что сейчас день во сколько мы пойдем под мост ну смотри сейчас сколько время мы сейчас уже почти 6 6 6 сейчас уже начинает темнеть и где-то 7 8 мы пойдем туда но в 10 мы когда стемнеет мы к вам вернемся вся вы пока посмотрите кадры которые мы недавно засняли всем привет и короче мы сейчас находимся под мостом в котором ночью происходят очень странные вещи с 10 ее захоронили и теперь она здесь входит капец ребята тут только что банка вот это упала ли не я я ничего не делал я я там вообще был я был рядом мы все рядом были здесь очень страшно сейчас сейчас у нас сколько пол первого и так ребят сейчас уже часов восемь где-то на видео почему-то светло уже заработали фонари хотя они работают только с 8 есть фонарик всем привет и мы вернулись мы вернулись короче сейчас тут лёха держит свет у него почему-то мигал короче сейчас мы возвращаемся под мост уже сейчас только 8 сейчас уже почти пол девятого и сейчас мы пойдем под мост и будем снимать все все абсолютно все на камеру все что происходит мне честно говоря немного страшно потому что то что происходило в прошлый раз под мостом это капец и так мы уже отправляемся может подходим вот тут по-эстонски осторожно поезд мы сейчас пойдем по этим рельсам здесь пусть не ходит я не знаю почему здесь кстати а вы задавались вопросом за счетесь это вообще повесили и там новый знак и попытать который не помечен еще там не обязательно он там есть вторые пути вот по ним поезд ходит а вот по этим ну типа здесь тоже гением не надо быть здесь видно и так что не ржавая ладно погнали а а а а а а а а как Субтитры подогнал «Симон» Итак, ребята, мы уже подходим к мосту, я свечу себя из фонарика, тоже светит. Ребята, чем ближе мы подходим к этому мосту, тем страшнее мне становится. Короче, я пока не включал, была какая-то проблема с фонариком, он мигал, это было слишком подозрительно. Почему он мигает? С понятия, я его держу, я тебя вот свечу. Хотя такого быть не может. Значит, вот у нас уже мост, я себе сейчас освещаю путь. Я думаю, что мне страшно становится, что я себя в мыслях накручиваю. Я надеюсь, что это так, но... Сейчас получше, вот этот, посмотрите, у меня есть тут, и тут свет, вот этот вот второй более лучше. Блин, я сейчас посмотрел на симафор, я подумал, что там человек стоит. Ага. Чистак обосрался. Так, ребят, сейчас я попробую получше укрепить фонарик. Во! Так-то лучше. Вот. Вот в этом кругу, где вот скай-парк, видите? Продолжение у меня антифокусировка. Что это было? Почему у меня фонарик мигает? Блядь. Ребят, мы сейчас реально не шутим. Я не верю в мистику. Я бы не стал сейчас бы шутить. То есть, вы понимаете, да? Это ужасно. Опять новая граффити. Где? А, да, во. Новая граффити. Тут очень много граффити. Смотрите, если я сделаю так, вы ничего не видите. Если вот так, вы видите. Маска. Реально новая. Ну, почти что новая. Она не использована. Она просто, мне кажется, кто-то ее уронил. Фокус. Алло. Фокусировка. Блин, фокус. Тут еще много пауков, кстати. Да просто это реально, это пипец какой-то. Я не понимаю. Это реально, пацаны, мне сейчас... Вот, без шуток. Мне реально страхово. Вот, без шуток. Здесь, здесь сама местность такая себе. Кто это сделал? Не мы. Не мы. У меня руки заняты. У меня в одной камере, в другой фонарик. У меня тоже в одной фонарик, в другой тот самый. А оператору скрытному, ему, он камеру держит, ему тяжело ее держать. Он не может, он ее двумя руками держит. Погодите. Я не вижу никаких поломок на мосту. Вам, наверное, плохо видно. Там какой-то, как будто бы камень напал. Пока, понятно. Ну вот там есть вот обломок. Может быть, как-то там держался, да и скатился. Но это слишком подозрительно, что он сделал это именно в нашем присутствии. У меня паника. А ты говоришь, что ты не веришь в мистику. Смотрите, там силуэт, мне кажется. Почему у тебя фокус такой? Так. Что? Что, Лё? Видите, там какой-то свет? Да. Вы это слышите? Так, ребята, короче, вот я сейчас только что заметил там силуэт. Не понял. О, блядь. Сука. Ребята, мне становится уже вот сейчас реально без приколов страшно. Мы без понятия, что здесь вообще происходит. Что это было? Я вообще без понятия. Вы просто посмотрите, здесь, пацаны, это шприц. Это не шприц. Это шприц. А, ой, другую шприц. Ты бросил палочку. Было похоже, что-то... Пожалуйста, откликнитесь, если здесь кто-то есть. Давайте пойдем вот туда вот, исследуем, что там было все-таки. Что это за... Так ее же вроде здесь как бы задавили, или нет? Ну, смотрите, посмотрите. Главное... Как-то 20 лет назад, когда эту девушку задавили, как раз были в Эстонии очень сильные дожди. И в Таллине в том числе. И этот мост, он тогда, уже тогда, протекал. Это странно. Его построили, и он сразу же начал протекать. Скорее всего, кстати, да. Потому что кровь имеет же свойства. Смотрите, здесь это так было сейчас замаскировано. То есть, смотрите, я мотаю фонариком, здесь практически этих люков не видно. Но как я увидел этот люк... Реально вот на этом месте? Пацаны, смотрите, видите свежий мокрый след? Да. Как будто кто-то вот так, или как-то подскользнулся. Вот это и была эта женщина. Кстати, погоди, а какого она оттенка? Она... Мордова, что ли? Нет. Вроде бы стимировала. Сложно подним. Слышали? Чего? Как будто что-то ударило. Ладно, давайте пойдемте лучше вернемся. Пойдемте лучше. Да стенка стенкой. Давайте уже заканчиваем. Ну сейчас, еще там до 10 побудем. Если что-то будет, сваливаем нахер. Так, ребята. Держу фонарик и в этот же момент снимаю. На камере уже мало процентов. И поэтому вот. Блядь! Слышали? Да. Там что-то произошло. Пацаны, давай заканчиваем. Погодите, а сколько времени вообще? Надо показать, сколько сейчас времени уже? Сейчас 9.40. 20 минут давай еще побудем и все. У кого как? Все нормально? У меня как хорошо. Вот что-то где-то здесь я как будто слышу, но я не могу найти ничего. Ребята, я реально в шоке. Кл***ть! Вот этот камень. Как? Пацаны, я без пацаны. Андрюха, что это было? Кирюха. Блядь! Давайте уже вот отсюда. Давайте до 10 подождем. Сколько сейчас время? Почти 10. Без пяти или сколько там? Без пяти. Без пяти. Ребята, ребят. Если мы... Около... Вообще никакие морозки не идут. Да это как без полный. Я не понимаю, почему. Здесь... Я... Я не знаю, что здесь сказать. Мне очень страшно. Опять. Кто? Кто из вас это делает? Я держу это... Камеру, блядь, и это... Фонарик. А Кирюха держит этот... У меня тоже вот в одной руке фонарик, а в другой вот-вот. Вот Кирюха сейчас шнурки завязывал просто. Да. Он, я могу тебе показать, что он привезет к шнурке. Так. Каральский какой-то. Сингл молд. Скоро. Короче, здесь какая-то херня. Да выкинь ее. А, это алкоголь. Пацаны, смотрите. Пацаны, я пятно нашел. Оно здесь было или не было? Оно здесь не было? Его здесь не было. Пацаны, вот там немножко крови есть. Походу ее здесь, прям здесь зарубили. Реально кровь. Блядь. Блядь. Что там был? Не знаю. Походу, где она была. Валим. Ну нет, да ну нахер я больше туда не пойду. Нет, я больше. Пять лайков. Да. Давайте так, пацаны. Три лайка. Мы убежали. Мы возвращаемся сюда. На этот раз подготовимся. Да, подготовимся и возьмем. Рюкзак уже полностью подготовится. Ну второй раз мы пойдем. Только если под этим видео наберется 25 лайков. Ну у тебя да. Короче. Я пойду только тогда. Мы идем только за три лайка. Но я подготовлюсь. Я заряжу камеру. И телефон. И еще второй телефон. Чтоб все заснять. Мы сейчас сели в трамвай. Мы уезжаем из этого места, потому что оно очень страшно. Ну я по привычке скажу, но я не знаю как по другому сказать. Но если вам понравилось это видео, то понравилось, что мы все-таки решились ночью. Ну точнее вечером где-то. Ну да, вечером. В темноте. Пойти под этот мост. И не испугались. Но в конце испугались. И убежали. То поставьте лайк. Поддержите нас. И мы наберем три лайка. А если наберется три лайка. Сколько угодно. Мы вернемся. Всем спокойной ночи. Всем пока.